Обзор фильмов 1933 года, ну во-первых, вышло завещание доктора Мабузы, то есть это продолжение всех этих серий про Мабузы, но уже в звуке, и снимал тот же самый Фридс Ланг. Уже начинался фашизм именно в 1933 году к власти пришел, поэтому довольно быстро фильм запретили, потому что фашисты там все поняли, что это сатира на них же, и все это было прикрыто. Но там все тот же доктор Мабузи пытается мир захватить, и все тот же киноэкспрессионизм немецкий, только еще и звук добавили, и звук тоже сделали экспрессионистским, то есть они там все время громкая музыка, громко кричат и так далее. В общем, все тот же модернизм Фридса Ланга. Ну, социальный аспект там усилен, то есть показано, что кризис, безработица, преступность, республика в полном бардаке веймарская, пытаются ее спасти представители закона, но у них, видимо, не получается, все там сходят с ума. И, в общем, рано или поздно некий такой деспот придет, видимо, к власти. То есть Мабузы там все больше походят уже на реального Гитлера в последнем фильме Ланга. Ну, Ланг потом эмигрирует, он фашизма не примет. «Кинг-Конг» в Америке вышел в 1933 году. Входит сейчас национальный кинореестр США. Ну, у них была уже традиция, они начали снимать первые аниме-фильмы с чудовищами. Чудовища очень много было в массовой культуре, в американской комиксе, там всякие популярные всякие книжки. Африку же все еще осваивали, Африка была такая таинственная. Тарзан там еще потом будет. И вот эти все гигантские обезьяны, они где-то вот так вот в контексте этой Африки были. В общем, неудивительно, что снимут фильмы. Вот, сняли первый фильм про чудовище-обезьяну 1933 года. И там новаторство было, что они включили анимации, поскольку все-таки чудовище, в фильм. Это сейчас, в общем-то, компьютерная графика практически. Некоторые фильмы только в ней и сняты, да? А тогда это было все в новинку. Фильмы снимали только вот непосредственно в павильонах. И комбинация анимации со съемками, она большое впечатление произвела. Музыка там тоже была довольно хорошая и хорошо вписана. Производство фильма ушло 670 тысяч долларов, а за время проката заработало порядка миллион семьсот тысяч долларов. То есть, окупилась она в три раза практически. Картина. Ну и самое главное, что она породила, это франшиза. То есть, потом про Кинг-Конга начали снимать всякое новое. Сын там Кинг-Конга и все такое. В принципе, Годзилла японская, которая в 50-е годы вышла, это продолжение вот этого всего. Всего этого направления снимать про всякие чудовища. Был также фильм Кинг-Конг против Годзиллы. То есть, японцы сами это обыгрывали, то, что Годзиллу они по мотивам Кинг-Конга сочинили. Ну и так далее. В общем, продолжают выходить ремейки. Ну, естественно, поскольку массовая культура, социальный какой-то, философский уровень крайне низкий. Но тут суть именно в том, чтобы показать что-то такое странное. Золотокопатели. Трудно перевести название. Голдиггерс по-английски. Смотрел его на английском, поэтому я могу переводы делать, видимо, не те, которые делают. Но я, кстати, не нашел статьи в русской Википедии про это. Фильм очень значимый. В условиях депрессии, когда народу было плохо, родилась вот эта традиция киномюзиклов американских. И снимали их очень много. И поскольку, как бы, целью было именно успокоить, так сказать, население, вот этими всеми девочками красивыми песенками там, они были, как правило, социальные. То есть, вот Голдиггерс, странно, что его не обозревают так широко. Это социальный фильм, то есть, он комбинирует мюзикл и социальность. То есть, там как раз о девушках, у которых денег нет, великая депрессия идет, кризис, они там большим трудом выживают. Там часто вот эти все социальные позиции заявлены о том, что, значит, страна несет жертвы, там богатые виноваты. Там же Рузвельт будет. Вот Рузвельт, он тоже будет определенную такую политику проводить на ограничение капиталистов. И это проявляется. То есть, фильм довольно все-таки левый. Естественно, не коммунистический, но он социальную критику порядочную такую имеет. Помимо этого, там много выразительных номеров. Можно, в принципе, на ютубе посмотреть. Они там все есть. Песня «Хорошая в рендамане». То есть, как бы вот эти девушки бедные, они внезапно получили деньги, разбогатели, они там счастливы. И вот танцуют они вместе с большими монетами. Ну, понятно, что это вот успокаивает население о том, что кризис преодолеют. То есть, депрессия когда-нибудь кончится. Она там так и поет, Роджерс. А, да, Джинджер Роджерс. Потом там будет еще Фред Астер. Это вот звезды как раз вот этих мюзиклов, которых будут очень много снимать. И вот они уже пошли. Джинджер Роджерс там, естественно, главное больше всех поет. Такая блондинка, волевая, настоящая американка. Ее там много, и она там часто выражает всякие протестные идеи. Там также есть номер музыкальный, вспомнимо его забытого мужа, наверное, так лучше перевести. Remember My Forgotten Man. Ну, есть тоже на ютубах, можно посмотреть. Это социальная песня о том, что вот мужчины пошли на войну на Первом мировой, они там сражались, многие погибли. А мирная жизнь оказалась, в общем, тяжелой, да, то есть идет кризис экономический, кто-то вот в этом виноват. То есть это достаточно такая яркая там. И постановка хореографическая тоже неплохая. В общем, я считаю, что вообще вот эти золотокопатели – один из шедевров Голливуда того времени. Неплохо так и музыкально, и по идее. Горький чай генерала Йена. Военная драма, звуковая. Ну, тут интересно, что пытаются как-то осветить то, что в Евразии продолжаются бои. То есть там о гражданской войне в Китае. Естественно, сюжет, как положено, в Голливуде любовный. Там американка приезжает, влюбляется в одного из генералов китайских. Однако, значит, китайский этот генерал покончил с собой, выпил отравленный чай и так далее. Ну, тут вот интересно, что пытаются они как-то осмыслить то, что происходит в Азии, как-то показать тоже в Голливуде. В СССР кино практически полностью пропагандистское. «Моя Родина» – интересный фильм 1933 года. Он описывает войну на КВЖД, естественно, вот в категориях пропаганды советской. Там, значит, китайский батрак вот как бы так осознал, что советские лучшие переходят фактически на сторону СССР и параллельно описываются вот эти все бои на КВЖД. Был довольно популярен, но его практически сразу запретили, потому что с Китаем уже, в общем, воевать не планировали. И более того, с Китаем скоро будет союз. Поэтому, как бы, понятно, что идеология советская, и в этом плане фильм показательный. Но он оказался не соответствует текущей политике партии, поэтому его как-то так тихо прикрыли. «Окраина» – еще известный фильм Барнетта. Его много хвалят чисто за художественные приемы. Он черно-белый с элементами звука, но эстетика там полностью немого кино. То есть, такие всякие жесты, яркие, все вот такое, как мы знаем из немого кино, преувеличенное. Суть фильма, опять же, в том, что рекламируется позиция советской власти в том, что Первая мировая война была ошибкой. Поэтому там, как бы, вот медленно сначала, значит, милитаризм, все воюют с немцами, потом все с немцами дружат, понимают, что немцы тоже, значит, люди. И так далее. Кстати, в Италии фашистской фильм получил кубок Муссолини. То есть, фашисты это оценили. Типа, призыв на самом деле же, как бы, к дружбе с немецко-итальянским, с этим блоком. Ну, и, в общем, видимо, по той же причине его так тихо, мирно тоже прикрыли в СССР. Потому что, на самом деле, с Германией, с Италией пошел конфликт, и все понимали, что, возможно, война будет. И, как бы, призывы Ленина 17-го года с немцами дружить, они тоже оказались не в струю текущей политики. И, хотя фильм действительно хороший, как все отмечают, его тоже потихоньку из проката сняли.